Дороги дороги. Под таким названием в городах и районах республики реализуется федеральный проект активистов гражданской инициативы и регионального отделения Общероссийского народного фронта. На этот раз нарушения выявляли на проспекте Айгим, что в столице Чувашия. Юлия Важенина подробнее. На карте убитых дорог в Чувашии новая отметка проспект Айгим. Нарушений здесь целый букет, но обо всем по порядку. Пожалуй, одно из самых главных нарушений это отсутствие пешеходного перехода. Дорожный знак стоит, а его самого нет. Причем отсутствует как зебра, так и подход к проезжей части от тротуара. Хотя по правилам безопасности переход здесь быть должен. Сейчас же пешеходам приходится рисковать собственной жизнью, терапясь успеть на транспорт. Когда автобус приходит, если вы уже увидите, что он уже подъехал, то приходится, конечно, перебегать, там остановка, там, где нет пешехода и светофор. Ну, страшно, конечно, но если автобус уже подъехал. Эту дорогу сдали еще в декабре прошлого года. И обошлась она в 350 миллионов рублей. По нормам минимум в течение пяти лет она должна быть в идеальном состоянии. Но по факту дорога не выдержала и года. Трехметровая дорожная рейка, она как раз для фиксации дефектов дорожного полотна. То есть, что мы можем здесь замерить? Мы можем замерить глубину просадки на этом участке. 15,5 сантиметров. Норматив таких видов дефектов и разрушений не более 5 сантиметров. Причиной такой просадки недостаточно качественное проведение дорожных работ. Земляное полотно просело, поэтому дорожная опустилась вместе с ним. Кстати, на протяжении всей дороги таких просадок уже две. А здесь мы видим еще один дефект – самодельную ливневую решетку. По нормам она должна быть чугунной, но выполненной из другого металла. Потеряв прочность, решетка выгнулась. Специалисты говорят, что такой дефект пока в пределах нормы. Чего не скажешь о ливневых стоках. На этом участке дороги они забиты полностью, поэтому использовать их по назначению точно не получится. То же самое нарушение. Ливневая канализация забита песком. Ливневые потоки создают такую водную пленку на поверхности дорожного полотна. И создается эффект аквапланирования. Когда водитель проезжает по этой луже, колеса могут потерять сцепление с дорожным полотном. И это, соответственно, может привести к печальным последствиям. А вот это как раз яркий пример того, что происходит с дорогой, если не работают ливневые канализации. Потоки дождя здесь размыли асфальт, так что если сюда попадет автомобиль, аварии не избежать. А здесь бетонную плиту заменяют простые кирпичи и деревянная доска. Так прикрыт колодец глубиной 4,5 метра. Люк здесь должен быть нормативный. Тяжелый люк, который не смог бы поднять ребенок или даже взрослый мужчина не смог бы поднять без каких-то специальных средств. На данном объекте имеется ряд замечаний генподрядной организации. Генподрядная организация является ООО СОР. Все письма были им направлены своевременно. И по гарантийным обязательствам, которые должны исполнить в этом году, в летний период 2017 года, должны устранить все имеющиеся замечания. Да, их достаточно большой перечень. Обязались, должны выполнить. Кстати, сам подрядчик эту проверку проигнорировал. И на объекте так и не появился. Теперь по результатам устранения замечаний будет проведена претензионная работа. А документы отправятся в суд. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика.